Здравствуйте! Дети, на самом деле, ничего не имею против детей младше 16 лет, потому что автомобили, как мне кажется, тема такая, да, совершенно, в том числе и детская. Я, например, как человек влюбленный в автомобили, болею ими с раннего, с раннего детства. И в 95-м году я был очень рад тем, что я стал автожурналистом и начал работать в Авторевью. Вот работаю там уже 17 лет, и все эти годы в Москве проводились автомобильные выставки. И хочу вам сказать, я, конечно, уже туманно так, смутно помню первые ранние московские автосалоны, которые проводились на Красной Пресне. Но сейчас, когда уже несколько лет подряд московское автошоу проводится в Крокусе, и представляет собой действие, конечно, совершенно иного уровня, я хочу вот его осмыслить. Я хочу рассказать о нем. Я побывал там, оно открылось 29-30 августа, это были пресс-дни. Сейчас автосалон в Крокусе работает, он закроется только 9 сентября, так что у вас есть шанс туда сходить. И я хочу, во-первых, рассказать о том, что я видел, во-вторых, как-то попытаться осмыслить московский автосалон как явление нашей жизни, и, в-третьих, задать вам вопрос. А вот пойдете вы на автосалон? Не пойдете? Может быть, ходили, но вам не понравилось? Может быть, вы вообще не понимаете, что это такое за жанр автосалон? Может быть, он вам помог выбрать автомобиль? А может быть, и нет. Так что, пожалуйста, звоните в студию 6510996, код города 495, естественно, или пишите сообщение на сайт finam.fm. Вот те ранние автосалоны, которые проводились на Красной Пресне, они, конечно, оставляли впечатление такое очень местечковое. Ну, каким, собственно говоря, и был наш автомобильный рынок? Ведь страна под названием Советский Союз была абсолютно закрытой. Мы жили за железным занавесом, у нас практически не было иномарок, и когда в конце 80-х, начале 90-х, вернее так, да, наш рынок стал все-таки открытым, у нас начали продавать сначала потихонечку Mitsubishi, Toyota и так далее, потом начали подтягиваться все остальные, нас, конечно, серьезно не воспринимали, потому что объем рынка был мизерный. И первые автосалоны, автомобильные выставки представляли собой, конечно, торжество буйное отечественного автопрома, который тогда еще расцветал, ну, не расцветал, а доцветал пышным цветом. И это был колоссальный стенд АвтоВАЗа, где стояли все, там, да, все, там, Пятерка, Семерка, Нива и так далее. Представлялась, как я помню, там, скажем, рестайлинговая Самара. Это было событие такое колоссальное для России. И маленькие стендики иномарок. Потом ситуация стала меняться. Наш рынок рос. И пропорционально этому, пропорционально доле отечественного автопрома, соответственно, менялось и представление зарубежных автомобильных компаний. И последние годы, когда автосалон проводился на Красной Пресне, там уже было нечто похожее на зарубежные автосалоны. Но, конечно, очень отдаленно похожее, хотя бы потому, что сам выставочный центр на Красной Пресне, конечно, такой устаревший, там, маленькие павильончики, они совершенно разные. Все это, конечно, очень было не похоже. И вот несколько лет назад впервые автосалон переехал в Крокус. И мы, конечно, мы прямо все так вздохнули с облегчением. Потому что большие залы, хорошие парковки. Ты приезжаешь, спокойно ставишь машину, заходишь. Там были, уже были совершенно нормальные стенды. Ничуть не хуже, чем в каком-нибудь там на парижском автосалоне или на франкфуртском. Конечно же, было меньше гораздо новинок и меньше машин, но все это уже было похоже. Сейчас московский автосалон, тот, который называется ММАС, это Биеннале. Оно проводится дважды через год. То есть оно проводится по четным годам перед парижским автосалоном. И уже предыдущий два года назад автосалон в Крокусе просто вызывал чувство гордости. Такой, да, ты заходишь и... Ну вот мы, автожурналисты, естественно, бываем на всех. И на Женевском автосалоне, и на Парижском, и на Франкфуртском, и в Токио. И вот мы тогда зашли в Крокус и так, значит, отлегло. Ну все, почти Европа. В этом же году все еще лучше. Потому что автосалон стал ровно в два раза больше, чем два года назад. И площадей больше, и, в общем-то, представительность тоже вполне на уровне. Только редкие-редкие компании его проигнорировали. И самое главное, очень много премьер. Причем не только... Знаете, как они там очень любят? Там, там, мировая премьера, совершенно новый Land Rover Defender. А Defender-то выпускается десятки лет, и там, все нового, что они сейчас представляют, это два новых... Там, две новых опции, и там, легкое обновление. Нет. Например, Mazda 6, новая Mazda 6, показана впервые именно в Москве. И это очень-очень круто. Потому что такая, да, полноценная мировая премьера. Не то, что эту машину, предположим, сначала показали там-то, потом сям-то, а потом, так уж и быть, привезли в Москву. Нет. Мазду 6, новую не видел никто. В том числе и журналисты. Ну, там, может быть, кто-то и видел под строжайшим эмбарго. Но впервые с машины сорвали покрывало именно на московском офисалоне. И это очень здорово, потому что машина совершенно другая. Такая, можно очень долго спорить, конечно, о том, куда идет Mazda в дизайнерском плане, и кому что нравится. Мне, например, очень нравилась и первая Mazda 6, и вторая Mazda 6. Нынешняя такая, да, она стала гораздо более какой-то такой вычурной, японской. Потому что им пришлось расстаться с дизайнерским варягом. Если первые ранние две Mazda 6 делали сами японцы, то, например, Mazda CX-5, кроссовер, который сейчас мы все видим на улицах, его уже создавали под началом приглашенного голландца Лоренса Ван Денакера. Прекрасный, совершенно симпатичный, добродушный, очень талантливый дизайнер. Но как-то вот у них не сложилось. И Ван Денакер ушел сейчас в Рено. Японцы решили вернуться к корням. Выдвинули шеф-дизайнером и Куомаэду собственного. Все эскизы делали собственные, опять-таки, дизайнеры Акира Томатани делал в основном экстерьер новой шестерки. Тот же самый Томатани, который делал и первую Mazda 6, и очень много других машин, экседосы. Но получилось вот как-то странно. Они сдергивают покрывало и как-то вот, я не знаю, я замер. Потому что она совершенно другая. Она, конечно, стала больше. Она стала, наверное, просторнее внутри. Хотя мне этого не показалось. Я ожидал большего на задних сиденьях. Она сзади напоминает, может быть, Инфинити. Спереди вообще какие-то там концепт-кары. Спереди даже Фискер Карма вспоминается. Такая красивая, очень эффектная машина. Но самое главное, что именно Москва, именно Россия, а не Париж, который будет совсем скоро, выбраны местом мировой премьеры. И это очень-очень здорово. Это показывает то, какое место сейчас занимает Россия на автомобильном небосклоне мировом. И это место на самом деле потихонечку растет. Вот в кризис, конечно, мы и подсели. Но сейчас опять объем нашего рынка подбирается к трехмиллионной отметке. И для многих компаний мы уже первый рынок в Европе. И один из главнейших в мире. Давайте поговорим чуть позже о других новинках и о месте России. Еще раз напоминаю, позвоните в эфир 6510-996. А пока давайте послушаем новости. Мне кажется, что тем, кто просто хочет выбрать себе автомобиль на автосалон московский, который сейчас проходит и закроется 9 сентября, ходить не очень стоит. Конечно, с одной стороны, там представлены все автомобили. И как сейчас это принято, например, и в Париже, и во Франкфурте, на больших автомобильных выставках, у больших компаний, Volkswagen, Chevrolet, Audi, BMW, большие стенды, на которых стоят практически все, ну, конечно, не весь модельный ряд, но все самые интересные автомобили, которые они хотят вам показать, а вы, соответственно, хотите, скорее всего, их купить. Но, с другой стороны, если вы выбираете конкретную машину и уже наверняка остановились на нескольких кандидатах, то, безусловно, лучше сходить просто к дилерам, посидеть, похлопать дверьми, потому что эти машины все, естественно, у дилеров есть, те, которые продаются, заказать тест-драйв и выбрать. Для этого посещение автосалона, ну, наверное, не обязательно. Автосалон все-таки это такая выставка достижений. Мне несколько лет казалось, что сам жанр автосалона уже исчерпан, потому что есть интернет, в конце концов. Если мы хотим увидеть новую машину, которой еще у нас нет, пожалуйста, открываем World Wide Web и вся информация доступна, все фотографии. Причем, естественно, даже такая большая выставка, как московский автосалон, она отнюдь не всеобъемлющая. Сюда к нам автопроизводители везут то, что хотят, надеются нам продать. Есть, конечно, концепт-кары. В этом году в Москве их, ну, если сравнивать с предыдущими выставками, их много. Если сравнивать с мировыми, их мало. И, естественно, практически никто, кроме Автоваза, о чем пойдет речь, специально для московского автосалона концепт-кары не готовит. Про вас я расскажу позже. Это отдельная история. Но тем, кто влюблен в автомобили, тем, кто видит в них, вот как я, нечто большее, чем просто средство передвижения, конечно же, сходить стоит, потому что, я не знаю, как сейчас в публичные дни, но в дни бизнес, первые два дня для закрытой публики, для журналистов и для дилеров и так далее, автосалон представлял собой, конечно, такое праздничное зрелище. Конечно же, это праздник. Ну, мало того, что ты там, естественно, встречаешь всех и общаешься, и обсуждаешь, кто что привез, а кто что не привез. Так, плюс к этому все стараются завлечь на свои стенды какими-то интересными штуками. Там кто-то устраивает, например, какие-то шоу снаружи. Кто-то, как Сеат, сажает девушек-моделей. Кстати, девушек-моделей, да, естественно, их много. Ну, и, конечно же, что девушки — наша гордость. Вот, есть на что посмотреть. Ну, вот, например, сиатовцы традиционно из года в год на разных автосалонах сажают девушек в такие огромные какие-то, значит, типа ступ на пружинной подвеске высоких. И они там качаются, там чем-то размахивают, да, все это весело. Та же Мазда, например, да, мы говорили про мировую премьеру Мазды 6. Они устроили вообще там шоу со сдергиванием покрывала, со струнным каким-то оркестром, с кардебалетом. Все по полной программе. Я не уверен, что это будет сейчас, то есть Маздовцы точно сказали, что сдергивать, конечно, они покрывал больше не будут, хватит. Но, тем не менее, машина стоит. И, опять-таки, ту же Мазду 6 мы скоро увидим и в автосалонах, скоро увидим и в городском потоке. Но пока еще, вот если вам важно первым это все увидеть, это туда, это в Крокус-экспо. Кстати, очень здорово, что ехать туда, в общем-то, приятно сейчас из Москвы. И, наконец-то, там открыто метро. Естественно, если вот сейчас начались пробки, я, например, поехал бы туда сейчас только на общественном транспорте. На автомобиле? Нет. Итак, автосалон московский. Нравится вам или нет сама идея? Были вы или собираетесь пойти? Звоните, пожалуйста, в эфир по телефону 65 10 996, код города 495. Или пишите на сайт finam.fm. Российский рынок для многих автопроизводителей странный. Вот, например, для марки Mercedes. У нас долгое время бестселлером был не C-класс компактный, не A-класс, а S-класс, самый дорогой. И у нас очень сегмент премиум, сами знаете, почему, процветает. И поэтому очень много премьер, в общем-то, даже мировых, относятся к премиум-сегменту. Например, у BMW это обновленная семерка. Обновлений немного. Вот мой коллега Павел Карин уже ездил на этой машине и рассказал, что она стала гораздо комфортнее. Но, тем не менее, обновления есть. И это здорово, что формально мировая премьера рестайлинговой семерки именно в Москве. То же самое Lexus LS, аналог, конкурент BMW 7-й серии. Причем даже, в общем-то, это круче, потому что Lexus LS сейчас считается новым. То есть, опять-таки, премьера нового автомобиля на московском автосалоне, а не на парижском, который пройдет скоро. Правда, на поверку LS оказался таким, все-таки, ну, считайте, тот же самый рестайлинг. Только гораздо более обширный, там другой интерьер. Но техника та же, кузов примерно тот же, с другим. Вот, то, что называется, рестайлинг. Машина выглядит по-другому, но на самом деле это, конечно же, модернизация. Интересно, что, вот, в принципе, на московском автосалоне хорошо, большие стенды и есть на что посмотреть. Но организация пока еще, конечно же, хромает. Я сел в семерку для того, чтобы послушать новый аудиокомплекс Бенген-Доловсон и не смог этого сделать, потому что он не подключен ни к чему, радио не ловит, никакой там, да, диск жесткий внутри пустой. Я подхожу к ребятам и говорю, ребята, а можно там что-нибудь, хотя бы проводочек какой-нибудь, чтобы подключить айфон? Ничего, совершенно. Увы, увы, вот в этом смысле Москва, конечно, пока еще не дотягивает до зарубежных выставок высшей категории, но лиха беда начала. Еще одна премьера в таком, в премиум классе, это Mercedes GL 63 AMG. Этой машины раньше не было. Mercedes GL это большой внедорожник, самый большой внедорожник у марки Mercedes, такой растянутый ML. И если у ML была версия AMG, то есть самая мощная, с таким двигателем, который позволяет разогнаться до сотни секунд за пять, то у GL ее не было, потому что зачем? Потому что зачем гонять на большом семейном автомобиле, семиместном? Однако именно для России, для Ближнего Востока, для Китая такую машину сделали, потому что наши просили. Ну, тут можно долго рассуждать о том, насколько это хорошо, насколько это высокоморально и так далее, потому что, в принципе, действительно, ну, идея такая, довольно бредовая. Засовывать двигатель от суперкара в огромный внедорожник и заставлять его ехать быстро, причем в основном по асфальту. Но, тем не менее, мы видим, что эти машины пользуются спросом. Тот же, там, Porsche Cayenne и Porsche, например, опять-таки, ну, это можно считать такой, конечно, премьерой с натяжкой, потому что эту машину уже видели, на ней ездили, но Cayenne GTS, тоже заряженный Cayenne такой, да, с безнаддувным мотором. Он не турбо, но, тем не менее, он быстрее, он такой странный вообще, конечно, жанр, опять-таки, внедорожник, большой кроссовер, который предназначен, создан для езды быстрый по асфальту. В общем-то, с одной стороны, бред. С другой стороны, люди покупают и премьера Cayenne GTS именно в Москве. Меня, кстати, насторожила очень фраза, брошенная топ-менеджером Porsche, что Cayenne GTS – это истинный спорткар. Вот мне это было слышать странно, потому что для меня истинный спорткар Porsche – это, конечно же, 911. Новый 911, естественно, есть на стенде. Я не знаю, будут ли они пускать всех на стенд, потому что очень многие премиум-марки на выставках поступают так, по-снопски. Они огораживают всю свою выставку такой стеклянной стеночкой и пускают туда только по спецприглашениям. Вот таковы Porsche, таковы Ferrari, которым даже на пресс-дни там, да, просто так не войдешь-то. А, со свиным рылом-то в калашный ряд. Таковы Rolls-Royce и вот на автосалоне. Интересно, что в пресс-дни на стенде Rolls-Royce не было фантома моего любимого, но сейчас они его обещали привезти. Сейчас он должен быть выставлен. Зато на пресс-днях показали совершенно фантастическое фантом-купе автомобиль, который похож на, я не знаю, на Титаник, который там садишься внутрь и совершенно обалдеваешь от количества и качества огромных металлических деревянных деталей. Невероятно, невероятно построенная машина, конечно. Пока еще не ездил, очень-очень надеюсь это сделать. Вот, но тоже вот я боюсь, что туда просто так не зайдешь, только по спецприглашениям. Ну, не знаю, насколько это правильно. Мне кажется, что если уж ты показываешь автомобили публике, так показывай. Если ты выставил машину, так дай туда сесть, понажимать все кнопочки, послушать музыку, ну не убудет от тебя. Ну, видимо, там боятся, что поцарапают, боятся, что что-нибудь отвинтят и украдут, хотя там странно, там все время дежурят люди, там девушки и так далее. Поговорим сейчас еще о премьерах в премиум-сегменте и не только. А сейчас новости. Московский автосалон как зеркало российского общества, я бы так сказал. Мы сейчас поговорили про новинки в премиуме, очень дорогие машины. Их, в общем, их много. Именно в Москве, например, показали обновленный суперкар Audi R8 с новой коробкой передач. Там теперь преселективная коробка с двумя сцеплениями вместо прошлого робота с одним сцеплением. Надеюсь, больше им не будет дергать. Круто. Именно в Москве суперкар. И вот, понимаете, все эти машины, там, Bentley Continental GT Speed версия. То есть самый дорогой Bentley Continental GT купе с форсированным мотором. Именно в Москве впервые показали в мире. Потому что у нас, если уж покупают дорогие автомобили, то покупают самые дорогие. И вот когда я ходил по московскому автосалону, по огромным залам. А в этом году они действительно огромные. И, например, если сравнивать это с автосалоном в Токио, где я был, по-моему, год назад. Потому что, да, по нечетным годам токийский автосалон. В Японии кризис. Особенно все это наложилось у них на проблемы после землетрясения, после цунами. И они уменьшили автосалон токийский. Они перенесли его из выставки Макухари, где он проходил всегда, в другой центр. Это все равно как бы мы в Москве перенесли во время кризиса автосалон из Крокуса обратно на Красную Пресню. Вот это сделали японцы. А у нас на этом фоне наоборот. Вот такая, да, нынешний московский автосалон – это купеческий размах. Совершенно купеческая роскошь. И в то же время, если мы посмотрим на структуру новинок, в частности, российских новинок, не мировых, а российских, то очень интересная тенденция. В Москве… Ну, Мазда 6 – это, наверное, такая редкость. Я недаром упомянул о ней в первую очередь, потому что это такой, да, оммаж. Знак со стороны Мазды – очень такой знак признания России, да, как полноценного совершенно рынка. Но другие компании, смотрите, что представляют. Или очень дорогие, представительские, люксовые суперкары автомобили. Или наоборот, очень дешевые, например, как Nissan Almera. Вот на стенде Nissan стояла эта машина, она стоит. Она, естественно, очень скоро появится в автосалонах и на дорогах. «Алмеру» будут выпускать на… уже начали, собственно говоря, выпускать на «АвтоВАЗе». «АвтоВАЗ», напомню, у нас принадлежит частично, а скоро будет фактически полностью принадлежать «Альянсу» Рено-Nissan. И первый автомобиль «Альянса» давно уже запущен в производство. Это универсал «Лада Ларгус», который на самом деле дача «Логан-МСВ». Nissan Almera стал вторым таким вот «варягом» у «ВАЗовцев». И когда я его увидел, то есть мы ждали эту машину, мы уже писали в авторевью о том, что это не полностью новый специально разработанный автомобиль для России, как заявляют ниссановцы, а версия автомобиля для азиатского рынка Nissan Bluebird Silphi. И вот я сейчас посмотрел на него, сажусь в салон, я честно говоря, я просто, я дар речи потерял. Потому что, ну, вообще, Nissan Bluebird Silphi – это машина такая маленькая Тиана, чуть поменьше, но она на самом деле достаточно большая. Она больше, чем, например, тот же там Рено Логан. Это автомобиль почти гольф-класса. Но на самом деле класса B+. То есть такая попытка сделать… Вот есть Nissan Tida. Этот автомобиль еще больше. Он почти как полноценный гольф-класс. Очень просторный внутри. Кстати, очень просторный внутри. Даже, я думаю, что просторнее Логана. С большим багажником. Выглядит он достаточно так, богато. Очень похож на уменьшенную Тиану. И те машины, вот, Nissan и Bluebird, которые продаются в Азии, они с таким достаточно интересным, богатым интерьером. А тут я сажусь в машину, и вообще я не верю своим глазам. Потому что интерьер логановский. Руль от Логана. На селектор-автомата вообще смотреть, я не знаю, там, да, скупые слезы катятся по небритым мужским щекам. В селектор-автомата качество, как он сделан, мне кажется, хуже, чем у Lada Granta, которая сейчас у нас с автоматом. И она стоит на автосалоне, об этом поговорим попозже. То есть, специально для России люди взяли и автомобиль упростили. Причем очень серьезно упростили. Насколько это будет оправдано, насколько востребовано рынком, я не знаю. Но я знаю одно. То, что ниссановцы, вернее, так скажем, люди из Renault. Потому что ведь французы управляют Ниссаном, особенно в том, что касается машин бюджетных. Они ничего не делают просто так. Компания Renault достигла совершенно невероятных достижений в планировании, в урезании расходов. Ведь известен Карлос Гон, глава альянса Renault-Nissan. Ну, это один из, в общем-то, легендарных сейчас топ-менеджеров. Он вытащил Ниссан. Он очень жестко ведет ценовую политику в Renault, удерживая все-таки у всех французов проблемы. Но у Renault проблем меньше с финансами. Благодаря жесточайшей политике экономии. И вот как раз Almera, мне кажется, совершенно как в зеркале все это дело отражает. Для азиатских рынков машина может быть подороже. А для России бюджетный автомобиль обязательно должен быть дешевле. Кому понадобится эта машина? Кто ее будет покупать? Ну, я думаю, что по объявленным ценам она будет примерно как Logan. То есть там где-то от 400 до 500 с лишним тысяч рублей. Естественно, конкурентоспособная цена. Естественно, очень просторный салон. Такая достаточно презентабельная внешность. Но вот интерьер. Ох, не знаю. То же самое, другая новинка в этом сегменте. Chevrolet Cobalt. Тоже такая растянутый седанчик класса B. К нам приехал из Латинской Америки. Там Cobalt'ы General Motors продает уже давно. Давно хотели заменить им устаревшую Лачетти корейскую. И вот, пожалуйста, заменили. На стенде в Chevrolet это, наверное, такая самая рыночная премьера. Конечно, с другой стороны, очень странно. Я вот там сел в Cobalt, потом пересел в Aveo в седан. И немножко я остался в недоумении. Да, у них будет два бюджетных этих вот таких народных седанчика. Причем Aveo гораздо теснее на задних сиденьях, но будет продаваться дороже. Не очень понятно зачем. Не очень понятно, как они будут сосуществовать на рынке. Но что, тут ребята знают, что делают. И вот этот сегмент бюджетных машин, который растет, к нему частично можно причислить и, например, Peugeot 408. Это, ну, это вообще, так сказать, это только российская премьера, потому что 408-й давно продается в Китае. Седан на базе Peugeot 308, растянутый, очень просторный сзади. Потому что китайцы любят просторные машины. Ну, в общем-то, и мы, наверное, тоже любим просторные машины. В этом нет ничего плохого. Но интересная получается тенденция. Для России мир, получается, готовит или очень дорогие автомобили, или очень недорогие. Вот меня беспокоит то, что практически нет премьер в среднем классе. Вот, может быть, за исключением Mazda 6. Ну, можно упомянуть, например, еще и Opel Astro седан. Это машина такая, конечно, для среднего класса. Ну, как Peugeot 408. Это все-таки такие достаточно машины, конечно, недешевые. Это хорошо оснащенный автомобиль. Это на уровне Ford Focus. Там где-то 600-700 тысяч рублей. Интересно, что новый седан, астровский, он менее просторен, чем старый. Потому что старый, который продолжает продаваться и выпускаться в России, построен на растянутой платформе. А этот, соответственно, на обычной, нерастянутой. Но этих премьер мало, вот, скажем так, в среднем классе. Они все останутся, они их всех приберегли для Парижа. Сейчас в Париже скоро мы увидим целую россыпь новых автомобилей, которых не показали у нас. И, честно говоря, меня это расстраивает. Вот, несмотря на весь шик и блеск московского автосалона, мне хотелось бы, чтобы Россия была не страной бедных и богатых. Понимаете, да, о чем я говорю? Не страной, в которых или Bentley Continental GT за, там, я не знаю, 12 миллионов рублей. Или Chevrolet Cobalt за 500. А, к сожалению, все к этому идет, потому что те, та структура автопрома, которую сейчас продвигает наше правительство, она, в общем, на это и рассчитана. На выпуск большого количества массовых, дешевых, упрощенных машин. Кобальт, Логан, Nissan Almera, будет Datsun скоро. Сейчас его не было на автосалоне, но этот автомобиль готовится, опять-таки, для, так сказать, да, для рынков третьих стран. Понимаете, вот это все закрепляет Россию как страну третьего мира, как Бразилию. Я был в Бразилии, я видел тамошний поток, и мне было не по себе, потому что там, я был в Сан-Паулу, и когда ты оказываешься на тех дорогах, ты видишь нескончаемый поток вот этих вот маленьких седанчиков. Кобальты, Логаны, Volkswagen Gol, они все маленькие, они все серенькие, они все одинаковые. На них ездит большинство, подавляющее большинство, потому что там очень высокие налоги, там в основном выпускаются эти машины, и только очень-очень богатые люди могут тебе позволить купить там настоящую иномарку. Вот можно, конечно, я думаю, что мы об этом в эфире Финам.ФМ поговорим отдельно в рамках дорожного просвета, о том, каким должен быть российский автопром, и какова должна быть структура предложения. Но пока все идет к этому, к еще большему, скажем так, расслоению общества на богатых и бедных. Хорошо это? Плохо? Я не знаю. Мне кажется, это плохо. Мне кажется, что как-то наша жизнь, в нашей жизни должно быть больше места среднему классу и, соответственно, и автомобилям среднего класса. Тем не менее, все идет так, как идет, и сейчас после новостей я расскажу вам про, наверное, самую интересную премьеру про АвтоВАЗ. На московском автосалоне такая одна из интереснейших премьер – это концепт-кар АвтоВАЗа – Lada X-Ray. И, наверное, впервые о концепт-каре, который показан ВАЗом на автосалонах, можно говорить без усмешки. Рекомендую обязательно, потому что, собственно говоря, вы, конечно, не пройдете, если вы пойдете на автосалон, вы не пройдете мимо. Он стоит в центре, он совершенно не похож на все те автомобили, которые его окружают. На обычные ВАЗы, там, на Нивы, там стоит обновленная Калина, там стоит Гранта. И посредине вот это вот чудо, которое сделано под началом нового шеф-дизайнера АвтоВАЗа Стива Маттина, который, на минуточку, бывший шеф-дизайнер Вольво. И все те автомобили, которые вот сейчас там S60, XC60 – это все автомобили, сделанные под началом Маттина. А сейчас он уже около года работает на АвтоВАЗ, для АвтоВАЗа. И концепт Lada X-Ray – это видение, предложение Маттина по поиску нового лица этого бренда. Я не знаю, вот как вы относитесь к этой идее. Дело в том, что X-Ray вообще не напоминает никак предыдущие ВАЗовские машины. Он абсолютно создан с нуля, он похож одновременно и на Kia, и на, там, я не знаю, и на Вольво, и на всех овчарок сразу. Он современный, он красивый. Но, вот, я не знаю, как вам кажется, будущие ВАЗовские автомобили должны сохранить какую-то преемственную в дизайне или нет? Если есть у вас соображения по этому поводу, позвоните, поделитесь 6510996, код год 495. Мне кажется, что это, конечно, очень сложная такая история, потому что вот на стенде ГАЗа, например, сейчас стояло, естественно, нет уже больше легковых автомобилей. ГАЗ не выпускает. Волга – всё. На стенде ГАЗа, кстати, стояло, стоит обновленная ГАЗель и Соболь, и, кстати, очень-очень неплохо смотрится. Но, конечно же, прошлых, таких вот прошлого буйства легковых автомобилей уже нет, и фактически только АвтоВАЗ отстаивает сейчас такую, да, честь исконно российского автопрома. Вот Александр к нам дозвонился. Наверное, Александр, здрасте. Добрый день. Что хотите, чем хотите поделиться? Вы знаете, я не уверен, что изменение дизайна как-то повлияет на качество АвтоВАЗ в целом. А говорить о том, что они отстаивают наследственность российского АвтоВАЗ, тоже, наверное, не совсем корректно, поскольку изначально Фиатом был АвтоВАЗ, и им, наверное, и останется. То есть машина, которая была скопирована, а не скреативлена. Ну, во-первых, я с вами не соглашусь, потому что, во-первых, даже копейку тогда серьезно перерабатывали для России. Конечно же, это было все лицензионное. Основа, база. Да. База, база была взята, согласитесь. Но потом, смотрите, восьмерка была сделана вместе с Порше и уже практически никак не соотносилась с Фиатом. И Нива – это вообще полностью наша разработка. И я хочу вам сказать, что вот пообщавшись с вазовскими инженерами, я понял, что там очень много грамотных специалистов, которые могут сделать собственное. Им просто не давали, понимаете? Вот, 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 вот. И, честно говоря, нет уверенности в том, что им дадут на этот раз. Грамотных людей много. То есть, я прошу прощения, перебиваю, а среди моих знакомых есть ребята с АвтоВАЗа, которые работают там. И абсолютно то же самое говорят, что вы сейчас сказали, что специалистов много, но работать не дают. По какой-либо причине. Так вот, Александр, спасибо. Я думаю, что сейчас, сейчас как раз именно то время, когда им могут дать работать. Другое дело, что, скорее всего, техника все будет более и более реношной, скажем так, да, и Рено, и Ниссан. Но, вот, судя по тому, что мы видим сейчас, вот это сотрудничество с западным миром, с Рено и Ниссаном, приглашение Стива Маттина, перевод на какие-то западные рельсы, очень здорово, позитивно влияет на АвтоВАЗ. Мне кажется так. Давайте вот Евгений еще дозвонился, послушаем, что он скажет. Евгений, здрасте. Алло, здравствуйте. Так. Алло. Да, а вы что думаете? Да я вот думаю, что у нас же ведь уже, вот, в АвтоВАЗе просто то же самое. С классики перешли там сначала Калина, да, то есть новая, современная и так далее. Дальше Гранта на сегодняшний день, да, тоже опять не похожая ни на что до этого. Сейчас очередной виток, опять что-то не похожее на новое, но руки-то остаются те же самые. Понимаете, что Калининградская сборка, что Автофрамос, например. Смотрите в Ютубе, сколько вот этих вот видео, как там собирают машину. Не фейк это какой-то. Не соглашусь, не соглашусь. На АвтоВАЗе нормально собирают машины. Да, когда стекло, точнее раму стекла задней двери выгибают на колени, чтобы дверь хорошо захлопывалась. Ну, мне кажется, это неправильно. Менталитет-то остался тот же самый, да, специалисты, может быть, есть грамотные. Ну, руки-то собирают те же самые, но вот нету доверия. Причем я ездил и на Калининградской, но вот Рено как-то, знаете, с Автофрамосом не хочет собрать. Почему? Поездно. Вы вот попробовали поездить на Логане. Вы знаете, я могу, знаете, с чем сравнить? Мне вот как-то, знаете, в последнее время вот Kia больше нравится, но она и по цене, и по ценовому диапазону. Да, да, хорошему. Я брал машину Ижевской сборки. Через два месяца там все затрещало, все зазвенело, все... На такой же машине пятилетней, это я говорю сейчас про Kia Spectra, в корейской сборке, пять лет на машине у меня знакомо, ничего не гремит, не трещит. Я имею в виду по торпеде, да, по сборке, по качеству. Это правда, это правда. Материалом. И то же самое у меня сейчас ситуация один в один. У меня Kia Rio предыдущего модельного ряда, да, скажем так, в корейской сборке, и у моего родного брата точно такая же машина, кажется, в Калининградской, где они там собираются, то есть новые модели в Питере, а это вот наша сборка. Разница опять то же самое. У меня, су-то, су-то, ничего, у него руки наши, у него все гремит и трещит. Причем разница в машинах в год, у меня два с половиной, у него полтора года. Это правда. Поэтому руки, понимаете, здесь руки, здесь не то, что мозги. Мозги мы найдем всегда. Мозгами Россия слажет. Могут придумать, но вот по поводу того, что не дают здесь, я ничего не могу. По поводу того, что не дают работать, ничего не могу сказать. Может быть, так и есть. Но по поводу того, какие руки собирают здесь, это 100%. Здесь надо полностью менять по всех рабочих, кто собирает эти люди. Евгений, спасибо, да, спасибо. Вот интересно, да, тема-то какая болезненная. Я думаю, что отдельную сделаем передачу по поводу того, как в России, кто и как собирает автомобили. Проблема, конечно, есть, но все зависит от, во-первых, от подхода, потому что очень многие делают автозаводы Greenfield и приглашают туда, как Volkswagen, например, да, в Калугу. Они приглашали людей, которые ни в коем случае не работали бы на отечественном автозаводе. Но даже Volkswagen пришлось, в общем, сломаться, и сейчас они разворачивают производство на газе. А там, опять-таки, те же люди и те же руки. Вот мне кажется, что сейчас мы говорили про структуру новинок, как зеркало российского такого автопрома и общества, да, дешевые машины или очень дорогие. Очень дорогие, естественно, это западная сборка, а машины доступные – это российская сборка. И если уж мы говорим о развитии автопрома, о том, что моделей, которые собираются у нас, становится больше, о том, что локальной сборки становится больше, и локализация становится глубже, то, как мне кажется, надо говорить о том, что автоВАЗ может перестать быть заколдованным местом, как в том анекдоте. И концепт-кар Lada X-Ray – это такая, ну, некая первая ласточка, скажем так. Мы можем на это надеяться. Мы можем надеяться. Посмотрите, на стенде АвтоВАЗа стоит обновленная Калина. Вместо кургузой этой машинки, которая представляет собой пародию на Opel Corsus предыдущего поколения, предпредыдущего поколения. Понимаете, вполне автомобиль, на который можно теперь смотреть без содрогания. Если вы сядете в выставочные машины и попробуете попереключать передачи, вы будете приятно удивлены, потому что на этих автомобилях стоит новая коробка с индексом 2180, коробка передач механическая, которую ВАЗовцы давно-давно… Вы что думаете, они, вот, все инженеры, они так рады были выпускать эти ужасные коробки передач, они давно предлагали руководству сделать современную трансмиссию с тросовым приводом рычага. И только сейчас, когда пришли реношники, когда как-то, значит, стали бизнес-процессы становиться цивилизованнее, им, наконец, позволили внедрить эту коробку в производство. Она пойдет в следующем году, в первой половине мы уже увидим вот эту нормальную, наконец, трансмиссию, где вторую передачу не надо вбивать в подушку сидения. Мы увидим и на Калинах, и на Грантах. Мне кажется, что это какой-то вот первый такой… первый показатель того, что, ну, АвтоВАЗ развивается в правильном направлении. АвтоВАЗ развивается хотя бы, потому что раньше все это было, в общем, ну, болото и болото, скажем так. И вот, кажется, на автосалон стоит сходить, может быть, только ради этого. Вот тем, кто, как и я, любит автомобили, рекомендую это сделать. Потому что мало того, что вы посмотрите на все новинки, мало того, что вы, там, в каких автомобилях посидите, какие-то увидите концепт-кары, как, например, там, гоночный электрокар ниссановский, который вы нигде не увидите еще, вы еще и, ну, что-то поймете про нашу жизнь, про автомобильный мир и не только. Вот. Видите, как ВАЗовская тема всех сколыкнула? Я надеюсь сделать одну из следующих передач только исключительно про АвтоВАЗ. Думаю, будет интересно. Если у вас есть какие-то предложения по темам, чтобы вам интересно услышать, звоните, связывайтесь с продюсером Дорожного просвета Виктории Швец, пишите на сайт finam.fm. До встречи! Всего хорошего!